Привет! Вы знаете, какова политика многих китайских компаний? Если собственные продукты со своим собственным дизайном не продаются, всё, что нужно сделать, это просто выпустить копии какого-нибудь хайпового аппарата, и люди по-любому будут брать, либо, во всяком случае, просто обратить внимание на этот девайс. Но проблема всех этих копий заключается в том, что они выполнены из низкокачественных материалов, и у них кривое ПО. Сегодня же я вам расскажу о дорогой копии на Galaxy S9 с отличными техническими характеристиками. Не просто на бумаге, а в действительности. И это не та самая стопроцентная копия, о которой сейчас многие подумали. Отличие от оригинала всё-таки есть. Но давайте обо всём по порядку. Погнали! Первое, на что обращаешь внимание после того, как достаёшь смартфон из упаковки, это экран и его схожесть с лицевой панелью Galaxy S9. Здесь и соотношение сторон 18-9T, и разрешение Full HD+, и настоящий AMOLED-дисплей с нефейковыми закруглёнными краями. На задней панели видны первые отличия. Расположение камер и сканера отпечатков в точности как у девятки, только вот исполнение немного другое. Пожалуй, дисплей это первое, что удивляет. Отличная яркость, насыщенность и контрастность. Из минусов слишком тёплый белый цвет. Впрочем, температуру которого можно изменить в настройках. Работает эта функция корректно. Но если не придираться, дисплей действительно крутой. Сканер отпечатков расположен даже удобнее, чем на Galaxy S9, но это субъективно. Палец сам по себе ложится прямо на него. Отпечаток считывает довольно точно, но медленнее, чем на современных флагманах. А вот о камерах мы поговорим немного позже. Друзья, знаете, что я могу сказать? Вот сейчас выскажу свою искреннюю точку зрения. Когда ты первый раз берёшь этот смартфон в руки, у тебя вообще нет никаких мыслей, что это какой-то смартфон от третьесортного китайского бренда. То есть здесь собрано всё качественно. Олеофобное покрытие спереди, сзади, то есть он такой скользящий. Вот, да, здесь стык есть между стеклом и металлом. Вот не так всё гладко, как, допустим, у Galaxy S9. Но опять-таки это я уже придираюсь. Есть отличие также, что на нижнем торце нет аудиоджека. То есть зато здесь всё симметрично. То есть сетки, под которыми спрятан микрофон и динамик, выполнены симметрично. И USB Type-C разъём также находится чётко по центру. Вот, кроме этого, здесь присутствует NFC-чип и поддерживается функция беспроводной зарядки. Вот вы мне назовите хотя бы один смартфон от третьего эшелона, который мог бы похвастаться такими же техническими характеристиками, ну и вообще внешним видом. По железу тут полный фарш. А именно, Snapdragon 660, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти. На что способен данный чип в бенчмарках, мы и так знаем. Давайте сразу перейдём к практической части. В PUBG на высоких настройках выдаёт 45-50 кадров в секунду. После получаса игры смартфон становится немного тёплым, и серьёзного троттлинга я не заметил. В танках на ультравысоких настройках стабильно держат 50-60 кадров. Но изредка бывают просадки до 30 кадров. В целом играть комфортно. И вот на этом моменте я хотел бы остановиться поподробнее. Согласитесь, одной из основных проблем смартфонов от третисортных китайских брендов является использование чипов от Mediatek. Этот же смартфон, наверное, единственный в своём роде, который получил крутой процессор от Qualcomm. Ёмкость аккумулятора тут средняя. На 3550 мАч. При среднем темпе использования смартфон живёт с утра и до вечера. Под конец дня остаётся около 15-25% заряда. Имеется поддержка Quick Charge версия 3.0. Результаты с временем зарядки у вас перед глазами. Ребят, ну я думаю, вы понимаете, что просто установить крутое железо, это не то, чтобы тяжело, если у тебя есть деньги, скажу даже, что это легко. Самая большая проблема вот таких вот китайских брендов заключается в программном обеспечении. По заявлениям компании Elfant, они потратили целый год на оптимизацию интерфейса под этот смартфон. Давайте-ка посмотрим, что с этого получилось. Девайс работает под управлением 8-й версии Android. Рабочий стол и меню приложений напоминают интерфейс Samsung Experience. В остальном система почти не отличается от стокового Android. Из особенностей могу отметить наличие жестов, заменяющих привычные сенсорные кнопки. Работают они как на 360 N6 Pro. Свайпом вверх, слева нижней части дисплея вы выполняете действие назад. Свайпом с центральной части – домой. С правой – вызов диспетчера запущенных приложений. Свайпом от края дисплея можно назначить нужные вам приложения и шорткаты. Буду честным, последняя функция абсолютно бесполезна, и ее дизайн оставляет желать лучшего. С самого начала я был настроен скептически, так как всем известно, какие проблемы могут быть с работой системы в смартфонах от третисортных китайских брендов. Но мой скептический настрой полностью прошел уже спустя день тестирования смартфона. Все работает быстро и плавно, анимация не тормозит, приложение не вылетает. Даже с десяток запущенных приложений не выгружается из памяти. Однако, без лагов и недочетов в системе не обошлось, хоть они и незначительные. В меню под названием Grand Display в верхней части слова ложатся друг на друга. В один момент отказалась работать ручная регулировка яркости. Уверен, если бы я походил со смартфоном хотя бы несколько недель, повылазили бы еще какие-то мелкие косяки. За то время, пока что я писал и утверждал сценарий, один рабочий стол успел залезть на второй. То есть один такой очень мелкий баг, да, он потом исчез, тем не менее я успел там запечатлеть. Ребят, в любом случае мы двигаемся довольно-таки неплохо сейчас, но согласитесь, уверен, что многие из вас уже заинтересовались этим смартфоном. Но не тут-то было, слабое место все-таки есть, и это камеры. Основная получила два модуля по 13 мегапикселей каждый. Один RGB и один монохромный сенсор, что в теории должно улучшить динамический диапазон и съемку в условиях недостаточной освещенности. На практике камера оказалась посредственной. Снимкам не хватает резкости, динамический диапазон тоже оставляет желать лучшего. А насчет портретного режима, тут вообще какая-то дичь. Да вы и сами все видите. Максимальное разрешение записи видео 4К. Есть замедленная съемка с частотой 120 кадров в секунду в HD. При Full HD съемке доступна стабилизация, но из-за кривого программного обеспечения картинка превращается в кашу. Поэтому, во всяком случае пока что, приходится снимать без стабилизации. И это при том, что по заявлениям Elephone, софт для камеры писала компания ArcSoft. Но мы-то с вами не аматоры, я додумался и установил гугловскую камеру со второго пикселя, и вы знаете, результат меня просто шокировал. Ну не шокировал, удивил. Качество снимков заметно улучшилось, как при дневном свете, так и в условиях недостаточной освещенности. Увеличилась резкость, а благодаря HDR+, динамический диапазон поднялся на совсем иной уровень. Ночные снимки тоже заметно улучшились. Порадовал также портретный режим, работает очень корректно. Вы знаете, результат меня настолько удивил, что я взял и сравнил камеру этого смартфона с камерой первого пикселя. Ведь они стоят приблизительно одинаковых денег. Вот наглядные примеры данного сравнения. Разница в пользу пикселя видна невооруженным глазом, но все равно это отличный результат. Что касается фронтальной камеры, ситуация немного иная. Снимкам, сделанным как при помощи стандартного приложения камеры, так и с помощью приложения от Google, не хватает детализации. Но при использовании портретного режима, ситуация становится намного лучше. Фотографии приобретают недостающую им детализацию. Проще говоря, все проблемы в софте. Китайцы смогли сюда установить более-менее неплохую оптику, а вот довести все это дело до ума пока что тяжело. Но вы видите, что с помощью вот таких вот небольших манипуляций, ситуация меняется в корень. Ну что, давайте подводить итоги. И именно в этот момент мне хочется озвучить стоимость, ведь от нее зависит практически все. На момент записи этого видео за смартфон в топе просят около 400 долларов. Согласен, очень дорого. И тем не менее. Что мне понравилось? Первое. Дисплей. Не знаю, откуда Elephone их достали, но говорю честно, что если бы не экранно, все позитивные эмоции ушли бы на задний план. Второе. Дизайн. Я понимаю, что ноги растут от Galaxy S9, но Elephone умудрились реализовать некоторые моменты даже лучше, чем это сделали Samsung. Повторяюсь, это субъективное мнение. Третье. Техническая часть. Как ни крутите, внутри смартфона 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт постоянной памяти, есть работающий модуль NFC и имеется поддержка беспроводной зарядки. Что не понравилось? Первое. Стоимость. 400 долларов за Elephone это очень круто. Перед вашими глазами сейчас появились все интересные смартфоны от более известных брендов, которые я бы предпочел вместо этой модели. Второе. Я понимаю, что камеру можно вытащить за счет побочных приложений, но это никак не оправдывает производителя. И заслуга результата, полученного при помощи гугловской камеры, отнюдь не Elephone. Думаю, вы понимаете, что это видео я записывал чисто так, по фану. У меня был спортивный интерес, хотя я понимал, что никто из вас за этот смартфон 400 долларов не отдаст. Да мне вообще, в принципе, все равно, будете покупать его или нет. Вот. Но, с другой стороны, я сейчас держу этот смартфон и понимаю, что у меня в голове есть несколько мыслей. С одной стороны, мне хочется выписать респект компании Elephone за то, что они просто вышли за рамки и попытались нам показать, что это действительно стоящее. С другой стороны, я понимаю, что они переоценили свои возможности. Друзья, если бы даже компания Xiaomi выпустила смартфон с подобными техническими характеристиками, его бы не покупали за 400 долларов, потому что это дорого. За эти деньги можно предлагать смело смартфон на 835-ом снэпе и живой тому пример Xiaomi Mix 2, который сейчас можно купить на Алиэкспресс за 380 баксов. И, поверьте мне, впечатления от этого смартфона, от Mi Mix 2, будут точно уж не хуже, нежели от пользования этим девайсом. Если подводить итоги, за попытку ставлю плюс. За реализацию и стоимость 400 долларов ни в коем случае не рекомендую его покупать за эти деньги. Если бы он стоил где-то долларов 320-330, можно было бы брать. Но 400 долларов это очень дорого. В любом случае, свои мысли по этому поводу вы сможете написать в комментариях. Ставьте пальцы вверх под этим роликом, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш канал в Телеграме и участвуйте в наших опросах. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.